Мой повелитель не навлекал гибели инопланет, о которой вы говорите. Среди ситхов есть... Так, о том всё знаем. Ход сделан, наверное, так, о том всё знаем. Они считают и считают. Окей. Я слышал, что ваш вид незрячий. Каким... Надо было продолжить. А можешь шторку приподнять, посмотреть? Это жалюзи-то раздвинули. Сварочник дроида, затянутого своей работой. Занятого. Господи, болван. Эй, у Т3 заклинило... Ха-ха-ха, болван! Эй, у Т3 заклинило мотиватор. Тссс. А теперь оставь меня, я должна отдохнуть. Надеюсь, влияние мы получили. Получили плюс один к бдительности и восстановили часть своей силы. Отлично. Получено. Влияние, корее. Увеличен максимальный запас силы. У-у-у-у, ребятушки, его вообще всё правильно ответили. Вот это мы молодцы. Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки. Knights of the Old Republic. Star Wars Knights of the Old Republic. The Minimum One. Этот... Lord of Sith, вторая часть. Вот, эй, в прошлой серии мы... Начали со всеми говорить, да? Т3-4 что-то за нами подсматривает. Падло там, мелкое. Смотри, смотри. Вот, я решил ещё, хотел попробовать... Вот, 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 вот это предложение. Хотел, решил, ещё хотел попробовать. В общем, я выбежал, чтобы мины поставить, да? И обратно зашёл. И оказалось, что у нас тут ещё какие-то разговоры, тут заставки пошли. Просто пипец. Поэтому сейчас мы со всеми поговорим. И потом надо будет из корабля выйти и обратно зайти. Вот. И потом я тогда минами этим займусь. Иначе это просто пипец. Тут вообще какие-то... Вот эти разборки Т-34 и очки начались. Атон там с этой подрался. В общем, какая-то лютая дичь началась. Вот. Так. Так, всё. Подожди, у нас что там? Да, кстати говоря, ещё, наверное, на разборке нам надо будет одевать медитационную обручь. Потому что здесь мудрость плюс 2. Вот. И нам надо бы, наверное... Давайте-ка мы, наверное, сразу же поменяем на джедайский меч. Мне с одним мечом больше нравится. Я просто... Просто думал... А, кстати, можно сразу посмотреть, да? Модификация предметов. Так. Световой меч. Вот этот вот. Да, я просто думал, что в двойном мече будет больше этих дырок. Но, как оказалось, вообще разницы никакой. Поэтому сейчас всё снимаем отсюда. Так. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Вот. Вот так вот всё снимем. Вот. И поставим на этот меч. И будем с ним гонять. Не будем с двухклинковым. Больно мне не нравится. Так. И надо было бы ещё мне кое-что глянуть. Насчёт линзы. По-моему, у нас можно создать линзу было. Так. Святой меч. Нам не хватало. Там какая-то хорошая линза была. Вот это, по-моему. Да? Нет, не это. Так. Плюс... Так. Подожди. Обработка ран. Пипец. Обработка ран. С ума сойти. Так. Подожди. Где у нас самоотражение-то? Так. Отражение плюс три. Ага. Видимо, максимальное, да? Да. Видимо, максимальное. Так. У нас получается максимальное. Она стоит. Ладно. Тогда забейте. Так. Световой меч. Вот этот вот меч. Давай посмотрим вот здесь. А. У нас вообще какая-то агейская. А... 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 Одекская. Господи, ну и название. Блин, а что этот? Я не снял, что ли? А, я бы не снял. Вот так вот. Сборку надо нажать. Во. Так. Эээ... Так. Вот. А, да. Бластерного огня плюс три. Но давайте сделаем плюс четыре, получается. А здесь у нас еще... А, вот еще отражение бластерного... Это... Четыре. То есть у нас там была плюс три. Давай тоже сейчас сразу сделаем. Так. Это для создания. Световой меч. И... Эээ... Так. Это у нас плюс четыре. Да, это есть. И вот линзу можно бы сделать... Эээ... Бластер огня три. То есть обработка ран двадцать три нам надо. Так. Обработка ран у нас, по-моему... Ээ... Ничего такого тут нету, да? На обработку ран взлом. Огонь ужас. Так. Где у нас сторона? Эээ... Так. Здесь обработка ран. Ммм... Взлом, ловкость, бдительность. Так. Эээ... Эээ... Да. Ничего нету. Блин, старуху-то главное не взять. Ладно, тогда пофиг. Потом уже прокачаемся. Вот именно поэтому... Надо... Надо как раз таки себя прокачивать, чтобы на корабле можно было нормально это делать. Иначе придется верстак искать где-то там. А где-то там! Так, световой меч. Давай. Эээ... Кристалл... Эвитамин. Так. Он получается у нас мудрость сразу плюс 3 добавляет. Вот почему два меча надо брать. Потому что... Эээ... Этот... Так. Где там харизма? А, подожди. Мудрость плюс 1. Харизма. Ну так-то харизма не особо-то и нужна, по идее. Наверное, плюс отражение плюс 5. О, блин, мудрость плюс 2 в другой меч пойдет. Вот, наверное, можно отражение плюс 5. Тогда мы вообще... Эээ... Можно будет все отражать. Ну ладно, фиг с ним. Харизма. Как-как было уже. Поставим. Так, бластер огня 4. И здесь бластер огня 2. Вот так. Все, теперь у нас крутой меч. Так. Эээ... Вот он. Во! Вау-вау-вау. Вот теперь норм. Так, ладно. Все, сохраняемся. Давай поговорим теперь с Вау-дуром. Что он нам расскажет? Да, дженераль. У тебя есть щиты? Об отлично. Поговорили. Прости, генерал. Я нам элею. Да, вот это поговорили. Вот это да. Какой он наш разговорчивый. Ты посмотри. Все бы так, а. Так, погнали тогда, получается. Т-34 мы с ним поговорили. Он... Он сейчас застрял, что ли? Так. Можешь курсировать ра-та-та. Я хочу попротиваться. Может быть... Да. Все. Все, получается он этот... Ну, короче, все у нее там закончилось. Так. Служанка бы в прошлой серии, по-моему, избили, да? Она нас зауважала по-дикому. Я еще говорил, что она... Ну, давай еще научим. Больше нечем тебя учить? А ты предугадываешь... Вот, так, а без одежды я должен, Тарас, обещал. Ты, кажется, предугадываешь мои атаки. Таким образом, Ичани способны причесть своего противника, зная, куда противник ударит до того, как случится касание, ожидая этого и затем наносить ему удар. В Ичани сражение проходит с опережением на минуты. Во многом это подобно игре в Дж... Дежаре, в которой играют центральные системы. Самые продвинутые среди Ичани способны на месяц предугадывать ход сражения, наиболее почитаемых считают способным предугадывать и ход войны. Только Ривен проявлял подобные навыки в войну, и даже пока он истребил нас, Ичани его по-прежнему уважали. Истреблял нас. Так, ты можешь научить меня этому? Ты это уже делаешь. Ага, что ты имеешь в виду? Раз ты делаешь это неосознанно, тогда обучение сделало тебя действительно опасным противником. Давай. Пока будем бороться, я буду учить тебя, не думая, что ты предугадаешь мои движения. Реагируй инстинктивно. Но тебе выходит лучше. Поначалу являлось, что твоя осведомленность о собственных способностях может помешать, но так не вышло. Ты быстро учишься. Наверное, подобное позволяет тебе твоя связь с силой, но я так не думаю. Теперь ты дерешься, как дерешься воины Ча, а не всегда напережение. О, нифига себе! Вот это просто рандом поговорили. Вы обрели боевое предчувствие, оно позволяет вам добавлять бонус от вашей к мудрости, к защите в бою. Ху-ху-ху! Пацаны! Меня тебя решили не завалить. Обалдеть! Обалдеть! Так, где у нас там? Офига, просто поговорил рандомно. Обалдеть! Так, где она? Да, все-таки это... Нет, наверное, так. Светлая сторона блокируется при нарушении брони. А, вот боевое предчувствие это способность позволяет джедаю чувствовать течение силы и повышает скорость реакции боевого модификатора мудрости. Джедай теперь появляется к его защите. У меня, по-моему, защита 20 была. 24 ничего не поменялось. Модификатор на плюс 7, но всяко лучше, чем ловкость плюс 2. То есть, ну а защита еще добавилась, получается. Блин, пес ее знает. Так. Ну, в принципе, я не против. Я не против. Главное, что что-то там улучшилось. А мы, кстати, не светимся. Как нас? Не, не светит. Блин, обалдеть! Я не знаю, что получилось, но что-то получилось. Так, давай еще какие-нибудь приемы. Больше нечему. А без одежды я должен драться для чего? Ну, или тщане ритуальные, и в них недопустимы броняли что-либо стесняющее движение. Ну, драться без одежды... Так, просто проверял. На корабле холодновато. Так, ну, драться без одежды, кажется, малость открыта. С твоим приличием нет места в бою. Даже самые молодые из-за тщане принимают. Это и тебе следует. И тебе следует. Можешь задать вам вопросов. Тщане так говорила. Ты отличаешься от меня на своем последнем. У тебя есть имя. Что ты делаешь? Научить к ним приемам? Давай. Нечем у тебя учить. Забудь другие вопросы. Ладно, все. Тут, получается, все, видимо, да? Что ты делаешь? Я тренируюсь. Так, это все мы слышали. Забудь сатана. Атан опять там обыгрывает. Ага. Карты, слушай, а здесь... Так, карты. Ага, слушай. Так, ладно, все. Здесь у нас все. С этой служенкой. Блин, обалдеть. Просто поговорил, и теперь какая-то связь с Сибой у нас там появилась. Так, со старухой, наверное, напоследок. Давай сначала связь с Март поговорим. Она долго ждет, черт возьми. Посмотрим, что хоть она из себя представляет. Здорово. Так, сохранимся. Моя жизнь за вашу. Ты в порядке? Я в силах служить. Если вы пойдете в бой, я буду сражаться и муру рядом с вами. Можешь шторку приподнять, посмотреть. Что у тебя там? Что у тебя там нет? Что ж тебе? Я не об этом спросил. Я спросил, в порядке ли ты? Я уже какое-то время не слышал от таких вопросов. Моя плоть исцелена, если вы ищете этого ответа. Я не хотел тебе вредить. Я знаю. Я опасаюсь, что другие увидят в ваших действиях милосердия и в моем выживании и используют в качестве оружия, чтобы причинить вам больше вред. Как ты нашла меня? Я почувствовала вас, услышала через силу. Это было подобно звуку на грани слышимого. И когда я услышала его, то поняла, что не могу игнорировать. Кто прислал тебя? Я служу своим повелителю. Я посланница, разведчица. Мой повелитель был в курсе о волнении в силе, но не был в курсе о его природе, а вас, само волнение, не почувствуешь от живого существа. Как она медленно говорит? Если мало вещей, о которых мой повелитель не знает, и то, как долго вы избегали его взора, значительно, но я не знаю почему. Эммм, можно мне узнать, где я могу найти твоего повелителя? Вы не можете. Его судно дрейфует на границах неизведанного космоса, и даже я не знаю, где он странствует, пока не призовет меня. Даже если бы я смогла привести вас к своему повелителю, я не смогу разрешить вам найти его, пока не будете готовы. Готов? Если я приведу вас к своему повелителю неиспытанным, пока ваш потенциал не проявил себя, тогда для меня вы будете утрачены, и я не могу позволить этому случиться. Это если бы кто-то пришел с огнем в райскую долину, разбив пещеру редких кристаллов, или ослепил художника. О, ничего себе. Моя жизнь в важности не имеет, твой повелитель угрожает далеко не только мне. Я не могу и не буду. Я лучше умру первой и с радостью, чтобы сберечь вас нетронутым и невредимым. Теперь, когда я нашла вас, я не могу пожертвовать тем, что нашла. Если он стоит за тем, что обрушилась на джедаев, тогда он должен быть остановлен. Выстрейтесь с моим повелителем, это неизбежно, я видел это. А когда вы предстанете перед ним и осознаете, против чего вышли, вы должны быть подготовлены, до тех пор я должна защищать вас, помогать вам, пока вы не будете готовы. Почему ты делаешь это для меня? Вы наделены величием. Величием, исходящим не от силы, оно исходит от того, кто вы есть. Если мой повелитель не понимает вас, не может вас увидеть, тогда, наверное, для нас всех есть надежда, но если вы стремитесь выжить, тогда вы должны понять, почему это так. Раз твоему повелителю затруднительно меня засечь, как же ты смогла это сделать? Я вижу много того, чего не может мой повелитель. Боюсь, что это благодаря моей природе, природе моей расы. Мой народ проводил свою жизнь, взирая на галактику, как энергия исходит от звезд, как растет жизнь, на все сущее, чего коснулась сила. А и где теперь твой народ и мир? Подобной темой я не обсуждалась его за разрешение. Разрушение. Кстати, влияние успешно. Как он был уничтожен? Планета не была уничтожена, она еще есть. Она идет по орбите в мертвом пространстве, но на ее поверхности нет жизни. Она издает эхо по некому... Ну, а, но некому осталось его услышать. Господи, странное построение какого-то. Если твой родной мир был уничтожен, как же ты выжила? Я не уверена, что выжила. Я была там, когда планета погибла. Увидеть, как все вокруг тебя угасло, меня будто бы ослепило, как будто бы сила вытекла из мира. Как если бы все внезапно смолкло. Я представляю, что бывает и худшая смерть, худшая боль, но если и бывает, я такое не знаю. Я была единственным существом, оставшимся на планете Катар, и моя жизнь, моя агония были мерцаниями во тьме, которая стала планета. Все, с чем я была связана, оказалось отрезано. Ты была единственной выжившей? Да, но это не было выживанием. Я все еще задумываю, что было бы и погибнее с другими, был бы, наверное, какой-то способ скрыть мое присутствие от галактики, если бы только я не ощутил эту боль, эту утрату, настолько сильно. Но здесь нельзя было ничего сделать. Когда жизнь вытекла из планеты, я каким-то образом осталась. Мой повелитель пришел за мной. Он прошелся по верхности моего мертвого мира и там, лежавшую среди тел себе подобных, и он забрал меня к себе. И он заставил меня увидеть. И я в первый раз увидела галактику и пожелала умереть. Он заставил тебя увидеть? Да, для этой галактики мой мир пропал из течения диапазонов силы, был не более чем грубой материи, скалами, плотью и пустотой. Он показал, как жизнь мерцает на других планетах, массы существ которых кишат пустые места галактики. Которые видения этих существ, отсоединенных от самих себя, своего мира, своего места в нем, не способных увидеть течения и того, как они воздействуют на все вокруг себя. И зачем твой повелитель показал тебе это? Он показал мне, дабы заставить поверить в его дело. Он убедил меня, что галактики и всякая жизнь должны умереть. Он поедал их уродства, их крики, а на их месте оставлял безмолвие. И туда, где был хаос, он приносил безмятежность и порядок. Я не понимаю, потребовался бы набор крейсеров республики, чтобы разрушить поверхность Катара? Это не было осознанно ни машинами, ни оружием. Сила куда более ужасна и касается больших жизней, чем смогла бы истребить любая машина. Среди тех, кто ярко и глубоко чувствует силу, каждый чувствует и воспринимает ее по-своему. У вас есть свои проявления, ведаете вы или нет, а у моего повелителя свои. Его мощь велика, исходит она из голода. Он ранение в силе, скорее сущность, чем плоть, а живое при нем умирает, перенеся в жертву его голоду. А те, кто ярко чувствует силу и его голоду, служат маяками. Мой народ, моя планета, со временем на них бы напали. Это было неизбежно. Все же ничего поделать с этим вы не могли. Мы не могли. Зачем твой повелитель уничтожил Катар? Джедаи, последний совет джедаев, прибыли в наш мир, чтобы втайне встретиться. Они надеялись, что, наверное, смогут достичь ясности и увидеть, что наносило по ним удары из галактики. Из Т, галактики, не знаю, что за слово, но Той. Они преуспели, но лишь в том, чтобы вытащить его из внешних регионов. А Катар с подобными мне и джедаями на поверхности больше нельзя было игнорировать. И мой народ погиб, и джедаи погибли, и не осталось больше никого, лишь я. Зачем джедаи... Так, откуда он напал на него? Он напал на него, потому что туда пришел джедаи. Так, зачем джедаи встретились на Катаре? Они надеялись разглядеть угрозу, которая шла по их следам, и они это сделали, но к магнитуде угрозы они были не готовы. Он напал на него, потому что туда пришли джедаи? Он не может долго отторгать свой голод, а любое собрание джедаев вливаться тем, перед чем ему долго не устоять. А теперь, когда джедаи бесследно исчезают и не знают, что произойдет... Я не знаю, что произойдет. Наверное, его силы возрастут настолько, что он искоренит все живое, одни лишь своим присутствием. О, мудрость. Если он может от этого изголодаться, сделаться отчаяния. О, или он может от этого изголодаться, сделаться отчаяния. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Просто мысли вслух. Зачем джедаи встретились на Катаре? Они надеялись так это все. Да, он напал. Ага. Ага, ага, мудрость. Зачем? Так, ага. Она не понимает. Ладно, забудь, у меня были другие вопросы. Я свечу, что смогу. Так, расскажи мне о своем мире. Давай, пока не важно, посмотрим. Простите меня, но пока вы не ушли, я должна спросить, зачем вы это делаете? Почему вы стремитесь помочь мне? Учить меня? Потому что я считаю, что ты можешь быть спасена. Я правда не знаю, почему я подожду. Почему дело лишь в том, что слабо. Так, понятно. Потому что я считаю, что ты можешь быть спасена. Вы не обязаны это делать. Я не могу позволить себе стать ради вас слабее. Помощь другим не является слабостью. Это сила для обоих. Стало быть так, но я ничего такого не соблюдала и не видела. Не наблюдала и не видела. Но я, может быть, тебя не брал с собой еще. Что ты имеешь в виду? Я мало что помню о своем родном мире до того, как мой повелитель взял меня в услужение. Но не такой, каким был. Мало что осталось от подобных воспоминаний или самой планеты. Расскажи мне о своем родном мире. О, подобной темой я не обсуждалась. Так, подожди, подожди, все. О, отлично. Получено влияние бизнеса. Так, сохраняемся и все, погнали. А, да, да, твоя жизнь. Как ты нашла меня? Я почувствовала. Услышала через силу. Это было подобно звуку на грани слы. Так, вот это же мы все слышали. Еще вопросы. Твой повелитель был послан к Пирагусу? О, давай о родном мире. Расскажи мне о своем родном мире. О, подобной темой... А, подожди. Кто бы люди уничтожил родную убийство таких масштабов невозможны. Во. Это не было сотвор... Так, это все мы слышали. Его мощь велика. Тра-та-та. Зачем? А, уничтожил Катар. Может быть, часа нам хватит, да? Зачем? Да-да-да. А не напал, потому что... Да-да-да. Вот, может быть, час поймет она? Оп. Я не понимаю. А, окей. Так, ладно. Этот твой повелитель был послан к Пирагусу? Мне не знакомо места, о котором вы говорите. Мой повелитель уже какое-то время не заходил в космос республики. Но есть другие, у кого больше свободы передвижения. Кто мог бы в ответе за подобное нарушение? Кто мог быть в ответе? Что ты имеешь в виду? Среди ситхов есть множество фракций, и все стремятся захватить то малое, что оставила за собой гражданская война жедая. Вход, сделанный одним, не всегда известен для других. Но цель у них одна. Смерть всем жедаям повсюду. Everywhere. Они считают, что вы последний из жедаев, а ненависть к ним объединят их. Все их взоры обращены на вас, и это ужасная и безмолвная тьма, преследующая вас. Окей, окей. Так, окей. За разрушение Пирагуса стоит твой повелитель. Мой повелитель не навлекал гибели инопланет, о которой вы говорите. Среди ситхов есть... Так, это мы все знаем. Ход, сделанный, так, это мы все знаем. Они считают и считают. Окей. Я слышал, что ваш вид незрячий. Каким? Ха-ха! Надо было продолжить. А можешь шторку приподнять, посмотреть? Это жалюзи-то раздвинуть. Каким образом вы можете видеть? Мой народ когда-то обладал способностью прозревать события. Видеть через силу. Это зрение может принимать много различных форм. Иногда я даже могу оказать влияние на чужие зрительные способности. Ты говоришь так, словно это зрение ты уже утратила. Моё зрение было повреждено. То, чему я вас научила, это еще не весь потенциал восприятия моего народа. Чему ты меня научила, интересно? А, во, блин, пипец. Виза собладает ограниченной способностью видения в силу. Она использует зрение силы в режиме от первого лица. А также может использовать его в качестве способности силы. Расходует очки силы. Че? От первого лица в 3D-шутер превращаться или что? О, мой поведитель, когда показывал мне мой мир, показал его таким, какой есть. И это было бы больно. И с того мгновения мне было сложно воспринимать силу так, как когда-то. Но после странствий с вами я чувствую, что, наверное, в этом был дар, таимый под болью. Да, какого путешествия? Это 5 минут назад познакомился, дура. Когда мог стоять один, это дает надежду другим, как и мне самому. Давай. Определенную истину можно раскрыть только в страданиях, как о галактике, так и в самом себе. И я чувствую, что вы тому пример. Так, родной мир, ага, разрушение, как-то совершать силу, забудь. У меня еще были вопросы. Я отвечу. Родной мир, разрушение, кто совершает силу, ты так, не важно, окей. Получено влияние Визоса, отлично. Так, сейчас надо еще с ним поговорить. Вроде как мы, вы, кстати, не засветились, мы там лапочки у нас. О, о, лапочка включилась, ху-ху, поздравляю. Поздравляю, ребятушки, у нас включилась лампочка. По-моему, здесь еще какой-то символ должен быть, и что, типа, мы вообще, вообще крутые, прикрутые. И у нас, по-моему, если мне не изменят память, у нас кристалл тоже что-то там должен усилиться, или что-то типа такого. Надо его перевставить, может. Хотя, наверное, он светится будет, когда мы... Ну, когда у нас там, короче, это, иконка появится. А, посмотрим, давай еще раз. А, да, жизнь за Нарзула. Так, о, 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 о-о-о-о-о-о-о. Я хочу обучить тебя кое-чему из постигнутой мной форм. Я тело-моразума готова к вашему учению. Визос постигла сближение. Так, теперь я понимаю, подобная форма прибавит мне навыков и полезности для вас. А, я учил тебя лишь за тем, чтобы ты стала сильнее, а не ради службы мне. Я не понимаю, но выбор за мной, даже если не разрешите. Так, еще вопросы. Так, 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 окей, неважно. Почему-то там, видать, вот эту форму ее просто научили, да? Так, я хочу обучить тебя кое-чему из приемов, которые освоил во время путешествий. Я готова ко всему, чего вы можете научить меня. Визос постигла воздействие на разу. Теперь я понимаю, я буду практиковаться в том, что вы мне преподали. А, это, наверное, просто мы силу, да, передаем ей эти умения, грубо говоря. Я хочу еще с приемов. Готово. Так, что мы отдали? Подавление разума, окей. А, прикольно. Слушай, нифига. Это и всех остальных так можно будет? Кто прислал тебя? Я посланница, разведчица. Мы... Так, это все знаем, это все знаем. О, а давай попробуем, мне нужно узнать, где я могу найти твоего. Вы не можете так, там что-то у нас было. О. Готов? Так, 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 ага. Мне уже пора столкнуться с ним. Выстретитесь. Так, это неизбежно, тра-та-та. Почему ты... Это дело уже для меня. Мне наделены величия. Так, это все слышали. По твоему мнению, затруднена меня защитная. Смогла. Где твой народ, твой мир? О, о, успешно. Подобной тьмы я не обнаружила с его разрушения. Подоб... А, все, это мы все спрашивали. Ладно, все. Ладно, окей, с этой девчулей мы поговорили. И осталась у нас старуха. Старуха сейчас должна нас что-нибудь научить, очень надеюсь. И потом с Антохой еще поговорим. Вот, и нам надо будет сойти из корабля, потом брата зайти. И там целая гора заставок опять будет. Просто пипец. Ну, старая колода давай. На отдельный сейф даже сделаю. Вот что-то, главное, это самое, чтобы с этой старой коброй нормально там влияние не потерять у нее. Вы с провидцей подружились. О, кстати, здесь надо, по-моему, сказать, что мы ее убьем или что-то такое. Провидца, эээ, так, я не понимаю. Угу, как думаешь она, что она... Как ты думаешь, так, провидца, ты имеешь в виду слепого ситха? Так, давай, Миракула, ты, ээ, почему ты называешь ее провидицей? У ее вида не такое зрение, как у нас. Она образревает галактику через силу, и именно так она нашла тебя. Это редкий дар, сведен ее народом на нет. Ситхи идут к тебе с боем, а ты их щадишь. А пока мы по пути пустующие... А пока мы в пути пустующие места на корабле заполняются. Надеюсь, твои мысли по этому поводу ясны. Оставляй ее, ты можешь уничтожить себя. И не сходишь, чего сходи с ней, чтобы ты не чувствовал, какие бы позывы не поглощали тебя, не дай им с собой управлять. Подобный союз породит трудности. Так, думаю... Так, это не входит в культуру, но только потому, что я спас ее. Не надо считать, что я собрался заскочить к ней на... Ха-ха-ха, к ней на грузовой тарап. О, боже. Думаю обсуждать так, давай вот это. Мы еще посмотрим. Поверь, он на твое изгнание научил тебя сдержанности из дисциплины вопросов плоти. Как и в услуге Эйтрис, у этой есть другие хозяева. Она хоть и слепа, но повязана с тьмой. Ее присутствие здесь угрожает нам, тебе. Недооценивай ее или ее преданность. По-моему, здесь надо вот ответить, что мы ее убьем или что-то такое. Повязана с вами преданность, но не сомневаюсь, что это да. Если она сможет видеть все вещи, может она помочь нам найти союзника, забудшу джеда, доверься мне, мне хотелось лишь ее святой меч. Думаю, я смогу помнить, если она выглядит злом. Вообще-то, если я кому-нибудь доверяю, то тебе. Так, давай по громам... Ну что, тут нет, я нанимаюсь передавать. Последовать этим узам к истоку, когда представится возможность. Так, повязана со своим пределителем. Наверное, давай вот это вот. И я намереваюсь проследовать по этим узам к источнику, когда представится возможность. Значит, ты учишься. Отлично, отлично. Так, 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 так. Атон сказал, что ее планета была сметена, что это была единственная колония народа в этом секторе галактики. Вот как. И какие у тебя выводы из этого? Ой, интеллект. А, но если весь ее народ видит через силу, тогда, может быть, кто-то хотел их ослепить? Ну-ка, давай. Мандалорцы по праву уважали тебя на поле боя. Отлично, может, две я не заработаю. Джедай ушли и испарились, затем целая планета чувствительных сил вычистилась от жизни. И вот этот кусочек галактики ослеп. Это не совпадение, два события связаны. О, кто-то хочет, чтобы этот сектор галактики был слеп к силе, чтобы стало, можно свободно перемещаться или нанести удар без предупреждения. Боюсь, что ты прав, и боюсь, что оно может оказаться большим. Война — это голод, и в галактике есть духи, чей голод не утолим. Но сейчас с этим мало что поделаешь. Набульдай за провидицы, как следует. Она может открыть больше. Так, ну-ка давай. Оп. Получено влияние, Крей. Вот, вот это вот сюда, вот это сюда. ИС, АБ, ХСС. Так, я хочу, чтобы ты поведала мне больше о силе. Очень хорошо, что это бой движет. Так, к чему тут еще можно... Вот, когда Визас напала, она что-то сделала с моим зрением. Она не сделала с твоими глазами ничего, чего не было изначально. Она силой вывела это на поверхность, но подобные грубые методы характерны для ситхов. Закрой глаза. Ну, хорошо. Почувствуй этот корабль вокруг себя. В небе моим словам. Услышь, как служанка тренируется в грозовом отсеке. Как ее руки рассекают воздух. Сварочник дроида, затянутого своей работой. Занятого. Господи, болван. Эй, у Т-3 заклинило... Ха-ха-ха, болван! Эй, у Т-3 заклинило мотиватор. Тсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Не давая отвлечь себя, сосредоточься на моем голосе. Дыхание ослепленное, медитирующее в темноте. Теперь внимай глубже, сквозь ее дыхание, слушай. А коли ступила я с пепелища Катара, я не убоюсь, ибо в страхе таится смерть. Так, к чему научились? О, бдительность. Мне были слышны ее мысли. Ты и вправду силен. Ты уловил лишь поверхностные мысли, но это то, чему мастера обучались годами, так и не постигая. Но как это у тебя получилось? Это не тот вопрос, который тебе следует задавать. Хватит ли подобного ослушивания для восприятия окружающего мира? Нет. Потому что внимание мыслим других очень похоже на попытку узреть вселенумы одними глазами. Оно также ограничивает. А теперь оставь меня, я должна отдохнуть. Надеюсь, влияние мы получили. Получили плюс один к бдительности и восстановили часть своей силы. Отлично. Получено. Влияние, корея. Увеличим максимальный запас силы. У-у-у, ребятушки, его. А сейчас все правильно ответили. Вот это мы молодцы. Так, там у нас 322 к силе. Вообще обалдеть. Старая колода. Подожди, надо еще поговорить. Да-да-да, я хочу. Ты можешь рассказать мне об... О, давай, об именном кристалле. У этого кристалла Узы с тобой. Через тебя он обретает свой характер и силу. Ай, через него ширятся твои силы. Самое интересное, что твой кристалл не совсем отражает твое текущее я. Вытащи его из светового меча, затем спроси меня о нем снова. О. Тебе хотелось что-нибудь еще? О. Подожди. Подожди. Ща вытащу. Погоди, погоди. Она может его зарядить там. Вот это круть. Вот это вот, вот это вот класс. Вот это настоящий RPG. Блин, как же круто, а. Вот когда читаешь, блин, погружаешься. Просто обалдеть. Так. Стой меч. Так, экипировано. Витамин. Пока ничего не вставим. Ну-ка, пойдем погнали. Блин, обалденно. Может она сейчас, сколько он, мудрость плюс 3 добавлял. Самое главное, это мудрость у нас. Самое главное, это мудрость. Так, старая колода. Ой-ой-ой, тюкра. Да-да-да. Ты можешь рассказать мне об именном кристалле? У этого кристалла. Так, да-да-да. Дай мне мгновение сосредоточиться на кристалле. Вот. Теперь он снова полностью настроен на тебя. Тебе хотелось... А-а-а! Я понял. Я все вспомнил. Да. Короче, теперь кристалл... Ну, короче, у Крей надо его перестраивать, чтобы он сильнее стал. Что-то типа такого. Все, я вспомнил. Блин, точно, точно, точно. То есть сам по себе он не апгрейдится. Так, с того меча... Давай сюда. Давай. Мудрость плюс четыре. Ловкость плюс три. Сила плюс два. Мудрость плюс четыре. Обалдеть. Вот это... Вот это да. Вот это круть. Ну а сколько модификаторов там уже? Плюс семь. И мы светимся прям петельцем. Обалдеть. Вообще просто... Я знаю, старуха. Давай сейчас еще потреплюемся. Может, еще что-то расскажет. Офигеть. Блин, надо бы зеленый вставить. И потом синий еще в маленький взять. Да-да-да. Я хочу, чтобы ты поведала мне больше о силе. Очень хорошо, что же тобой движет. Так, эти узы. Ты поведала мне о зрении. Что ты можешь еще мне преподать? Когда я говорила о зрении, существует схожий недостаток. Склонны возникать среди тех, ком сила велика. Они предупрегают своими навыками. Некоторые считают, что больше в них не нуждаются. Величайшими из тех, кто владеет силой, являются те, кто сохранят некий фундамент из боли, физических проявлений вселенной. Это самый частый вопрос. Что ты имеешь в виду? Такой балван приперся. Что ты имеешь в виду? Некоторые из владеющей силы освоили пилотирование. Другие способны чинить, ремонтировать и строить. От простых влагоуловителей до более сложных машин, вроде дроидов и транспорта. Способность к пониманию человеческого тела и его недугах, к примеру, может сделать твои способности в силе более плотными и более действенными, когда пытаешься устранить чужие клеточные повреждения. А другие овладели более изящным ремеслом политиков, красноречием. Не сомневайся, что галактика может быть завоевана словами. Республики свергнуты, а империи воздвигнуты. Когда подобные навыки отточены, с ними крепнет и способность силе. Слушай, я предупреждаю тебя в одном, не компенсируй свои слабости в навыках лишь за счет компаньонов. Будут времена, когда их не будет рядом, чтобы помочь тебе в нужде. Вот я про то и говорил. В каком, по твоим навыкам, твоя сильнейшая сторона? Убеждение. Других делать так, как я прошу. Блин, так-то по идее убеждение, но ремонт и все вот эти тоже неплохо. Ну давай, убеждение. И в каком, по твоим навыкам, твое самое слабое место? Скрытность, расчет на мою незаметность. Так вот, моя задача для тебя. Возьми свою величайшую слабость, посвяти ее силой, укрепи с ней, и я покажу тебе, как она укрепит твою мощь в силе. Очень хорошо, я отнесусь к этому уроку серьезно. Давай, как мне это сделать? Пока ты учишься, тренируешься и испытываешь наперекор галактики, всех твоих навыков тоже есть шанс улучшиться и возрастать. Когда посвятишь часть этого обучения своему слабейшему навыку, ты узнаешь. Так, я потом и над этим вернусь, когда мой слабый навык станет выше. Блин, пипец, слабый навык у меня только этот, да? А как мне... А, у меня есть этот, скрытность там, что там, поиск какой-то. Давай попробуем его. Во, скрытность плюс четыре. О, скрытность плюс шесть, сюда. Ну-ка. Да-да-да, ты можешь рассказать мне так о силе. Перед этим ты учила меня прислушиваться, и я желаю продолжить этот урок. Очень хорошо, присядь со мной. И прошелся по жутким поверхностям... мыслям. Это был старт. Обрети покой, на этот раз утихомирь собственной мыслью, держи их на месте. Вообрази воды зала тысячи фонтанов. За каждый поток внезапно стихает и останавливается. Вообрази лёд Тилоса, холодный и гладкий. Как он скапливается на блато. Теперь отдались, почувствуй корабль вокруг себя. Сорви от его металла и узри души и сознание тех, кем наполнены его коридоры, где ещё больше мыслей, грёз, волнений, чем может заполнить пространство корабля. С уходом столб моих из пепелища Катара я не убоюсь, ибо в страхе лежит смерть. А? Из первого движения Ведикат второй. Удар. Повтор. Обход противника. Повтор. Быстрее. Шустрее. Если бы отец был быстрее. Если бы только отец был быстрее. Будь я быстрее, я бы уже не была последней из своих сестёр. Но любит ли его Эйтрис? Джедай не любит. Ненавидит ли его Эйтрис? Джедай не ненавидит. Это путешествие тяжело для всех, куда она меня отправила. Тяжелее всех. Верно. Переверну карту плюс один минус один, счёт будет 9-10. Переверну карту плюс два минус два, счёт будет 8-11. Переверну. Ваш приказ всё раздаётся эхом, генерал, и я подчиняюсь, как было и на Малакоре. Фига себе. Этот звук на заднем плане. Что это? Не сейчас. Сосредоточься на моём голосе. Малакор. Слышишь меня теперь? Услышишь воистину? Услышишь воистину. Я слышу тебя. Это... это невероятно. Ты сделала первые шаги на более долгой дороге, изгнанник. А что насчёт дроидов? Дроиды подобным образом не прочесть, но что дай народ, сослужившего с тобой на войне, его мысли посложнее и требуют во многом переводного осмысления. Зачастую лучше читать импульсы и образы, чем вербальные мысли. Вот почему для тебя он нем. Я обнаружила, что его импульсы холодны, будто мёртвый груз. Мысли его во мраке. Бедение так. Конечно, это объясняет, почему меня от него так не отсыл. Правда, интересно. Но до меня кое-что дошло от Баадура. В самом деле? Странно, что я не услышала. Может, это потому, что я лучше его знаю? Мы служили вместе. Ещё что-то было не так с... так, давай. Служили вместе. Наверное, я бы не придавала таким вещам особого значения. Ой, слушай! По-моему, она обиделась. Чёрт возьми. Наверное, сейчас будет влияние потеряно. Ещё что-то было не так с мыслями Аттона. Аттона. Конечно, не так. Это потому, что Аттон не играл в пазак, хоть и пересчитывал карты в голове. Хитрая жопа. Временами он пересчитывал двигательные с Синквестер и заучивая гиперкосмический маршрут на том конце галактики, считая такты в силовых креплениях, хоть их уже и чинили. В иные времена он воображает некие основные страсти, некие низости. Может статься, что Аттон куда смышленнее, чем прикидываться, или, наверное, он просто дурак. Наверное, может быть, схожу, проведаю его и посмотрю, как там речь идёт про игру в пазак. О, максимальный запас отлично. Главное, что влияние они потеряли у старухи, это уже самое главное. Так, подожди, подожди, я ушёл... Так, что ты можешь рассказать именам Кристаля? Случай, если твои силы возрасти, успеешь измениться, обсуди этот вопрос со мной. Окей. Так, что ты знаешь, и повелитель Визас? Он, если его и правда можно ещё назвать человеком, один из тёмных владык, преследующих тебя. Я не думаю, что он знат, кто ты. Пока нет. Он пощадил Миролуку, и это, может быть, последний обрывок чувств, существующий в нём. Держи его, рабыня ближе к себе. Подозреваю, что он не просто так её пощадил, а, наверное, не просто так она выжила, когда не выжили остальной народ с джедаями. Эм, так... Визас не его рабыня, больше нет. Он больше не человек? Так, давай не будем вендриваться. Он больше не человек? Нельзя обладать властью таких масштабов, никакой обладает её повелитель, и по-прежнему думать и проразревать галактику так, как мы, как многие из нас. Я надеялась, что тебе не придётся столкнуться с ним, но её присутствие здесь всё поменяло, а тебе придётся сойти с ним в битве. Жду не дождусь. Ты должен быть готов пожертвовать слеплённой. Возможно, её смерть выиграть тебе время. Нужно, чтобы разделаться с повелителем. Никогда не сделаю. Раз это было сделано для победы, тогда это сделаю. Наверное, я смогу убедить её пожертвовать с собой. Это будет... Блин. Блин. Вот здесь, по-моему, можно заработать как-то. Надо как-то ответить, что типа она размен на монету, но я думаю, что мы зла получим. Наверное, я смогу её убедить её пожертвовать с собой. Это будет двойна победы, я думаю. Ну-ка давай. Если это в твоей власти, тогда я бы этим воспользовалась. Не нужно пачкать свои руки, когда можешь убедить другого вонзить клинок в собственное сердце. А мне казалось, что это я Халодина. О, всё ещё впереди. Ты подожди, пока у тебя не будет больше лет за плечами, и увидишь, как в зачерствии твоё сердце. Как он... Ну, так. Давай вот так попробуем. Давай. Муха. Получается, влияние мы не получили, но... Этот самый... Тёмную сторону получили. Дерьмо. Очень жаль. Я думал, что она типа... Так, ну ладно. Так. Кристалл это пропало. Что-то наш повелитель Левиза. Стра-та-та. Так. Она больше не его, Рабыни. Больше нет. Лилейка, хочешь свои иллюзии? У меня уже нет сил спорить с тобой о них. А он больше не человек? Ага. Я больше такого не сделал. Я никогда такого не сделал. Это было бы должно быть сделано для победы. Тогда я это сделаю. Ну-ка давай вот так. Тогда у тебя будет шанс. Я не знаю, можно ли остановить его без её смерти. Так, ну-ка. Ага, тоже. Неважно, что мы отвечаем, да? Причём влияние мы не теряем, когда мы скажем. Поэтому давай сейчас попробуем по-добру ответить. По-добру, по-здорову. Так. Кристалли. Визас. Визас больше не Рабыня. Он больше не человек. Я никогда такого не сделаю. Так, ага, иллюзии. Как он уничтожил? Так, ну-ка. О! Потеряно влияние Крия. Не. Короче, не будем тогда отвечать. Нам влияние Крии важнее. Вот. Так как она больше не получаем влияние, то просто отвечать не будем, да и всё. Так, давай кристалли. Так, так, так. Подожди, подожди. Визас. Так, он больше не человек. Как он уничтожил её родной мир? Это бы знанию починить и столько же лет, сколько и самим ситхам. Посредством него в силе обрезается связь всего живого, давая насыщение чинимой смертью. Преподать его нельзя. Оно обретается лишь инстинктивно через прочувствование его эффектов из первых рук. Так, секунду, подождите, у меня там пылесос рубился. У меня там мой собственный Т-34 завёлся, падла. Так, преподать его нельзя, но... Ага, окей. Так. И он пользовался этим, чтобы убить целую планету? Да, и он насытился от её разрушения. Оно подпитало его на время. На время? Нихрена себе, сколько он там завалил. Так. Откуда у него вообще, у кого-то может быть такая власть? Власть? Ты так думаешь? Значит, ты ошибаешься. Нет никакой силы в снедающем его голоде, а воля с которой он повелевает сутью первобытным. И он пожирает... Она пожирает его, как он пожирает других. Само его присутствие убивает всё, что его окружает. Медленно подкармливая его. Он же мёртв. Вопрос лишь в том, сколько он ещё убьёт перед падением. Так. Такая власть невозможна. Для силы нет ничего невозможного. Это энергия, протекающая во всём живом. И как энергию её можно обуздать, направлять и временами поглощать. Она даже может быть субстанцией, которая может гореть и поджигать. И не думай о его мощи, как об оружии или об одном из ваших военных кораблей республики. Она угасает, но её суть всё ещё в скрытности. Секта убийц, которая гонится за тобой, питается силой. То, что делает он, на самой вершине того, чего могут достичь они со временем. И поэтому их с их техниками нужно извести. Больше никто не должен принести и постичь то, что удалось её повелителю. Откуда у них способность высасывать силу? Так же, как можно использовать силу, наращивая волю и силу в других, возможно и обратно. Хоть и встречаться нечасто. Вместо того, чтобы передавать по связям в силе свою волю, подобные связи черпаются или ими питаются, и спивая до конца. Господи. Но силуя затронуто всё живое. Тогда ты понимаешь, как ужасает подобная власть и почему ей должен быть положен конец. Это опустил и пусть в тёмную сторону, и пройти по нему плачешь смертью преждевременно. И он берешь в силе, способная поглощать жизни тех, кто его окружает. Иногда в замедленной форме, как с его экипажем. Как он использует свою власть? Это не то, что ты можешь направлять или фокусировать, больше сам голод. Он скорее дыра в силе, нежели живое существо. Чувствительное к силе и миры, богатые ей, влекут его к себе. Таким местом стал мир Миролука. Поэтому там, где собираются джедаи, они погибнут. Он чувствует их, если только они не скрывают своё присутствие. Но Катарс сигналил ему, как маяк, и он не смог устоять. Ему нет дела до ситхов или их учения, или джедаев. А со смертью джедаев он начнёт питаться галактика, республика и со временем поглотит и ситхов. Видимо, им пустой галактики нет будущего, поэтому его нужно остановить. Бреж должна быть закрыта, пока его власть не возросла так, что даже нам её не остановить. Да, вот эта тварь, это просто жуть. Вот реально, если он постоянно будет питаться, это вообще... Блин, просто обалдеть. Он больше не человек? Нельзя обладать властью таких масштабов, какой обладает её повелитель, и по-прежнему думать и прозревать... Так, это мы всё знаем. Я надеялась. Так, 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 всё, мы все равно. И когда такое нельзя... Так, подожди, подожди. Ты не знаешь, почему он её пощадил? Наверное, он привязан к ней, как привязана к тебе. Если так, её смерть сможет послужить ещё одной. Ты должен быть готов пожертвовать ослеплённо. Возможно, её смерть, твоя игра, тебе время, нужно... Так, это всё то же самое, да? Никогда этого не сделаю. Так, другие вопросы. Так, давай сначала вот так вот. Всё, окей. Влияние не потеряли, уже хорошо. Так, Сири, очень хорошо, что тобой движет эти узы. Так, перед тем, как... Слушай о мысли ко мне, я ещё расслышал нечто похожее на эхо. А, я задавала... задавала себя вопросом, но твои силы вправду велики. Сейчас ещё не время об этом говорить. Подожди, пока галактика сильнее не насытит тебя. Тогда мы сможем поговорить снова. Что ты имеешь в виду? Ха-ха-ха, что ты имеешь в виду? Каждый шаг в твоём путешествии принесёт с тобой открытие. Проявишь упорство и сила в тебе приумножится. И с каждой достигнутой нами планетой, всем, чего коснёшься на нашем присутствии, ты будешь расти, ибо выбора у тебя не будет. Так, я вернусь, когда наберусь больше опыта и побываю на всех планетах магистра. Так, ну с этим тоже поговорили. Так, давай ещё о силе поговорим. Ты можешь... Так, передо мной вот она. Ты можешь научить меня какие-нибудь формы светового меча. Я желаю узнать больше о формах силы. Так, обучение может подождать. Ты можешь вместо того сказать о своём... О моём... Так, подожди. Давай попросил и спросил о форме. Может что-нибудь новое появится. Очень хорошо. В чём ты ищешь руководство? А то, что даёт мне сосредоточие в силе... Давай, сосредоточие в силе. Она позволяет тебе больше использовать свою мощь в силе и предаёт разительности твоим световым силам. А, так она не учит. У неё нет иных погрешностей. Такая форма есть дар, предпочитаемый джедаями-консулами и эффективно в боях, в которых ты должен сразиться лишь руками силы. Тяжело узнать больше о формах силы. Я хочу знать больше о силе. Поведала больше о силах. Что-то бэдвиджет. Так, эти узы. Обучение. Тра-та-та. Да, я хочу знать больше о моём кристалле. У тебя кристаллы узы с собой. Так, ладно, видимо, я так понимаю, всё, да? Так, виза, скре... Чем ты являешься, да? Мы спрашивали. А, там какое-то было у нас недоверие, да? Просто Реван, так, ты знала... О, да-да-да, что-то про Ревана там. Так, ты знал... Так, ты знал, что тебя не упомянули. Давай вот это вот спросим. Раз совет отверг тебя, как так вышло, что не Эйтрис, ни кто-либо из магистров джеда в тебе не упомянули. Невежество. Им, наверное, всё равно любят... Либо не помнят, что для меня, а что для них это несущественно. Бдительность. Ты лжёшь. Я? Тогда тебе, наверное, следует знать, в силе существуют приёмы, позволяющие затманить память другим, делая своё присутствие для незаметного мало. Да незаметного мало. А в тех мирах, в которых мы встретились, нам встретились эти джедаи, много жизней и смерти, среди которых учуять подобное затруднительно. Как я и сказал, для меня это несущественно, как и для них. Как ты... Ты используешь этот приём на мне? Нет, но даже если бы, ты никогда не узнаешь, так что правды в моих словах не больше, чем ты сочтёшь. Вот крыса. Но ты, наверное, поймёшь то, что для меня, наверное, важно, чтобы ты видел меня и мои действия безморока. Важно, чтобы твои суждения были очень... Они хороши... Будь они хороши или плохи, исходили от моего собственного облика. Я допринимаю и доверяю тебе, Крей. Я побежу думаю, что ты мне врёшь и рассказала... Не обо всём. Давай скажу, что доверяю. Я принимаю и доверяю тебе, Крей. Я не просил тебя довериться мне, только чтобы прислушался к тому, что мне есть тебе сказать, но благодарю. Ну-ка. Это крыса. Так, блин, я, по-моему, загрузился. Сосиской своей нажал одновременно F5 и F6. Вот говно. Так, давай, 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 давай. Так, святые мечи. Чё? У нас в наличии должно быть два одноручных святого меча для себя и один для Визос. А, тогда я желаю узнать, какое обучение ты можешь предложить. Фига. Очень хорошо, что Табе движет. Для какой Визос-то, может, для неё? Так, обучение можно подождать. Так, именно на кристалле. Так, ну-ка, давай, так. Случись, случись. Так, вот здесь, да? Так. Так, я подумал, что Женя родного миста, да давай. Ты знала Ревана? О, отлично. Наверное, думаю, честно будет сказать, что это было немного, немногим дано. Откуда пришёл Реван? У Ревана была мать и отец, родители предки, как и у всех джедаев. И когда потенциал порвудился в нём, я смогла его рецезреть. Но где он родился, откуда пришёл, я не знаю. Не более, чем знаю, где он скитается теперь. Некоторые говорили, что Реван родился во внешних регионах, за пределами Кольца, и это воззвало к нему во время Мандалорских войн и после них. Это был зов родного дома. Что ты ещё знаешь о Реване? Я знаю больше, но этого может быть мало для ответов, которых ты ищешь. Так, что привело к падению Ревана к обращению против республики? К падению? А-а-а, уже такие предположения. Ты был там, на Малакоре. Выбор Ревана был всегда за ним самим. Дело было не в учении или не в обстоятельствах, не в примере. Дело было в нём. Так, тогда что заставило его обратиться в Тёмную Стору, стать владикой Ситхов? Или он был им? Или всегда был верен самому себе? Какой бы личностью ни был снаружи. И есть кое-что, чего совет может никогда не понять. Что падения Ревана, наверное, и не было. Разница между падением и жертвой не всегда заметна. Но мне кажется, что Реван эту разницу понимал. Больше, чем кто-либо знал. Галактика пала, не пойди Реван на войну. Наверное, владыка Тьмы, он стал из необходимости, чтобы предотвратить большее зло. Я не считаю, что совет джедаев изменил Ревана, как они и заявляли. Они всего лишь сорвали поверхность и позволили истинному я снова выйти наружу, согласно пойти войной или имя спасения других. Господи. Но я не считаю так, поскольку издавна знал о Ревана, как мастер знает своего ученика. Ты обучал его? Ну-ка давай. Отлично, он приходил ко мне, да. И до, и после, пока Реван не познал себя. И после его времена, когда Реван обретал самого себя и постигал, он стал большим, чем ему было сказано. Одно время Реван был моим подобаном, минувшие давние времена. Но у Ревана, когда узнал все, что мог, и были и другие мастера, тот дурак Жар и прочие джедаи, но на других планетах, он учился у каждого. Но в конце он воротился ко мне, когда осознал, что больше нечему учиться у джедаев, разве что, как всегда, покинуть их. Как навсегда, покинуть их. Каким учеником был Реван? В Реване таилась мощь, это было подобно взиранию в сердце силы. Даже как тогда можно было увидеть и убиваемых джедаев гравюрами в его душе, господи. Что ты видишь, когда смотришь на меня? Ты другой. Когда я смотрю на тебя, то будто бы взираю на смерть силы. Что ты еще знаешь о Реване? Я знаю больше, но этого может быть мало для ответов, которые так и там все знаем, откуда пришелся, что привело к падению. Так, ладно, другие вопросы. Так, давай вот так. Получен опыта, полторы тысячи сюда. Так, стара. Давай, что ты ждешь? Да, мне нужны ответы. Я еще обдумал уничтожение родного мира Визос. Э? О, боже. Атон сказал так. Целая планета была уничтожена, у нее не осталось дома. Ты знаешь, почему родной мир был разрушен? Потому что это пришло время. Наверное, тебе следует спросить у нее, а вопросов много накопилось. Ее народ не станет к насилию, воинам или ненависти. Притом, их планета изничтожена, стерта с лица галактики. А все, что осталось, это ситхи. Но если весь ее народ... Так, вот, ну... Так, кажется странным, но мир чувствительных силе был изничтожен. Это значит, что у нас проблема. Ты правильно доверяешь своим инстинктам. Что-то не так. Осталось только выяснить, что и почему. Если твои инстинкции приведут тебя к ответу, разыщи меня. Наверное, мы еще сможем усадить. Окей, я понял. Ладно. Все, ладно, ребятушки, давайте, наверное, на этом заканчивать тогда. Я еще потрячусь с ней. Не на запись. И у нас, получается, останется только Атан. Следующая серия тоже будет болтовней. Мы поговорим с Атаном и выйдем, зайдем на корабль. У нас что-то опять поменяться. Нам будет совсем быстренько поговорить. Ладно, а на этом все. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. И веримся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok